Ровно пять лет назад во время столкновений между участниками и противниками Майдана в Одессе погибли почти 50 человек. Тогда большинство противников Майдана забаррикадировались в Доме профсоюзов, где начался пожар, и многие не смогли выбраться. Сегодня в Одессе вспоминает погибших, и на месте трагедии работает наш корреспондент Павел Аксенов. Он как раз, как вы видите, сейчас находится у Дома профсоюзов. Павел, приветствую тебя. Скажи, вот через пять лет после трагедии, можно сказать, что в городе произошло, не знаю, примирение, что ли, своего рода, что есть некий консенсус по поводу тех событий, которые происходили тогда? Добрый вечер, Олег. Сразу скажу, нет. Нельзя сказать, что есть какой-то консенсус. До сих пор разногласия между теми, кто выступает за Майдан и тех, кто выступает против них, эти разногласия довольно серьезные. Даже сегодня здесь, в Одессе, прошло два митинга. Надо сказать, что погибли люди не только в Доме профсоюзов, который находится за моей спиной во время пожара. Здесь погибли 42 человека. Столкновения начались за несколько часов до этого, и на Преображенской, и Греческой улице, на пересечении погибли люди. И сегодня там тоже проходил митинг. Там были сторонники Майдана, сразу представители нескольких движений, в том числе правого сектора. Они провели молебен и возложили цветы к портретам погибших там людей. Но здесь сегодня проходил более многочисленный митинг. Надо сказать, что на него тоже пришли сторонники Майдана, и были тоже представители правого сектора. Их было немного, но до столкновений не дошло. То есть мы можем говорить о каких-то противоречиях, но я сегодня не видел никакой ни одной открытой стычки. То есть они кричали там каждой своей речевки, каждой своей лозунги, но при этом, может быть, благодаря полиции, которая работала активно, здесь очень много сейчас полицейских, даже сейчас после окончания митинга. Но до открытых стычек дела не дошло. Но мы сегодня поговорили с людьми на улицах Одессы, просто с прохожими, не с теми, кто является сторонником или противником какой-либо политической силы. И вот, что они нам ответили. 21 век, демократия в стране, люди между собой должны как-то находить общий язык, а не кипиш поднимать и взрывать друг друга. Что изменилось в Одессе после этих событий? Ничего. Ничего. Людей не вернешь. А то, что это сделал, поубивали столько людей, сожгли, они должны ответить. Вот и все. Когда те ответят, тогда все изменится. В общем, это все было очень неожиданно и непонятно. Я до сих пор ничего не поняла, почему случилось, почему люди кидались из горящего здания, никто им не помогал в это время. Все очень жестоко было. Ну, изменило отношение ко многим людям, к власти и к соседним странам, конечно же. Вы имеете в виду Россию? Да. И какое отношение, как оно изменилось? Ну, изменилось в сторону негативного. Да, я, может, не знаю, что это было 2 мая, просто забыл, но я об этом слышал. И это очень страшно. Как по-вашему, почему это произошло? Да даже думать об этом не хочу. Это произошло. А почему, как? Главное не это. У нормальных людей вызывает это просто, я не знаю, это просто ужас и страх. Люди стали более осторожны, стали бояться. Очевидно, появился страх. И недоверие. И недоверие. Мне кажется, люди стали немножечко добрее. По сравнению с тем, что было раньше, да, они действительно стали добрее. С одесситами беседовал наш корреспондент Павел Аксенов, который сейчас находится у Дома профсоюзов, и к беседе с которым я сейчас возвращаюсь. А, собственно говоря, Паш, а что сейчас из себя представляет Дом профсоюзов? Я не знаю, можно ли там внутри побывать? Что за люди вот за твоей спиной? Можешь рассказать поподробнее? Олег, вот если видно отсюда, то вот эта левая часть Дома профсоюзов, вот именно там был пожар в центральной левой части. Ну, сейчас там стекла, уже там никаких следов нет. Но говорят, что там закрыто, и мы смотрели с той стороны, там еще какие-то следы есть. Дом профсоюзов работает, там есть какие-то организации, но сегодня он закрыт, потому что сегодня день скорби. Вчера был 1 мая, он тоже был закрыт. Сейчас там внизу сегодня были возложены цветы, их очень много, цветов очень много. Буквально вот несколько рядов, вся центральная часть, ряда 4 или 5, все заполнены цветами. Дом профсоюзов сейчас закрыт таким железным забором, вот на месте, где раньше были палатки лагеря «Антимайдан», то сейчас на этом месте много самодельных плакатов со стихами, какими-то лозунгами и фотографиями погибших. И это сейчас такой вот импровизированный мемориал, и он был уже к моменту, когда мы первый раз сюда пришли, вот день назад. Это не появившийся сегодня, то есть этот мемориал такой продолжительный. Ну что ж, я благодарю нашего корреспондента Павла Аксенова, он был с нами на прямой линии связи от Дома профсоюзов в Одессе. Я напомню, что по делу о пожаре там и вообще в том тех событиях, которые происходили в Одессе, заведены десятки уголовных дел. Десятки раз суды начинали рассматривать эти дела, но и переносились постоянно. Виновных, естественно, так и не наказали. Стороны конфликта по-прежнему обвиняют друг друга, а действия милиции, которые, по словам сторонников Майдана, открыто им противостояло, тоже ставятся под вопрос. Наши корреспонденты встретились с участниками тех событий. Меня зовут Татьяна. В 2014 году я принимала активное участие в Евромайдане и непосредственно событиях в Одессе. Расследование зашло в тупик с самого начала. Эффективность и итоги следствия на текущий момент, после прошествия вот этих вот пяти лет, я оцениваю как близкую к нулевой. Детственные действия начались лишь две недели спустя после событий 2 мая, и часть доказательств уже было нереально собрать. Не говоря уже о выяснении причин и виновников, самое страшное, что мы сейчас имеем, это отсутствие даже официального списка погибших. Люди поняли, что больше нельзя допускать такой агрессии к чужому мнению. Жители одной страны с разными идеологиями и разными политическими взглядами были готовы поубивать друг друга просто за то, что кто-то мыслит иначе. Основной урок, который нам из этого следует извлечь, это то, что не нужно считать себя хитрее всех, не нужно пытаться делать на насилии политический бизнес. Это самоосознание. Многие называют события 2013-2014 годов революцией достоинства. Она действительно состоялась. Появляются люди, которые готовы работать на общество, в том числе на общественных началах, как-то помогать обществу самоорганизовываться. Основной провал после революции достоинств главной целью была перезагрузка власти и иллюстрация. Этого в целом по Украине не произошло. Это те злокачественные изменения, которые происходят опять же с людьми, с другими людьми, которые все глубже погружаются в этот свой причудливый фэнтезийный мир добра и зла, не видят людей в своих политических оппонентах. И вот эта злокачественная трансформация душ, вот это, наверное, самое страшное, что происходит.